Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 3569, 24 том. «Если русские патриоты так обвиняли участников российского библейского общества за перевод Библии, то почему же они сами не позаботились, чтобы русские люди имели Библию на родном, на понятном русском языке?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Критиковать всегда проще, чем самому сделать что-то подобное». Вот как о том пишет Борис Алексеевич Тихомиров. «Днем основания библейского общества в России можно считать 6 декабря 1812 года. В этот день император Александр I утвердил доклад князя Голицына о целесообразности открытия в столице империи библейского общества». Это все под кавычками было. «Правилам общества определялись следующие его задачи». «Способствование к приведению в России в большее употребление библий, без всяких наонное примечаний и пояснений. Обитателям российского государства доставлять библии на разных языках за самые умеренные цены, а бедным, без всякой платы, доводить библию до рук азиатских в России народов из магометан и язычников, состоящих каждому равномерно на его языке». Кавычки закрываются. «Не должны слишком привязаться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности. Перевод Священного Писания освещает тот язык, на который он делается. Все переводы делались с еврейского текста. При редакторской правке в переводном комитете русский перевод дополнялся версиями греческого перевода 70». Печатался только русский текст, поскольку параллельное издание в данном случае продемонстрировало бы значительное отличие славянского и русских переводов. Издания первых переводов российского библейского общества были встречены практически со всеобщим энтузиазмом. Успех был безоговорочный. Известны самые благожелательные отклики многих правящих архиереев Православной Церкви на его появление. Очень проникновенно глубинную суть как самого Священного Писания, так и его нового перевода передают высказывания архиепископа Минского Анатолия Максимовича. Кавычки открываются. «Сколь не сближен славянский язык с российским в церковных книгах наших, но многое для многих оставалось непонятным даже и в Евангелии. По непривычке к славянским изречениям. И оттого святая истин не могла действовать на сердца читателей в полной своей силе. «Ныне и сие препятствие разрушено. Да, кажется, язык живой и приличное слово жизни. Слышать сие слово на языке нашем, тем паче можем убедиться, что Бог говорит к нам. Да будет сей новый плод трудов библейского общества, знамением новой благодати и силой Божией во спасение росов». Кавычки закрываются. Начало переводческой работы не доносит ни одного отзыва со стороны духовенства, содержавшего неприятие перевода как такового. Кавычки закрываются. Тихомиров Б.А. Держаться за славянский язык могут только невозрожденные духовно люди, нерожденные свыше, через кого никто не может познать Господа славы, каким он показан в Библии. Без Библии Россия была в кромешной тьме, и кто противился переводу Библии на родной язык и не хотел давать ее народу, это явные враги, как и Креста Христова, ненавистники света. Книги Иова, 24 глава, 13 стих. «Есть из них враги света, не знаем пути его и не ходят по стезям его». Иоанна, 3 глава, 20 по 21 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». Стихотворение. Орел пожаловал кукушку в соловьи. Кукушка в новом чине, усевшись важной на осине, таланты в музыке свои выказывать пустилась. Глядит, все прочь летят, все прочь летят, одни смеются ей, а те ее бронят. Моя кукушка огорчилась. И с жалобой на птиц к орлу спешит она. «Помилуй», — говорит, — «по твоему велению, я соловьем в лесу здесь названа, а моему смеяться смеют пенью». «Мой друг», — орел в ответ, — «я царь, но я не бог, нельзя мне от беды твоей тебя избавить. Кукушку соловьем чистить я мог заставить, но сделать соловьем кукушки я не мог». Корлов, 1829 год. Корректор А.Кулакова